Храм в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» – это первая церковь в Саровской пустыне. День его освящения считается днём официального основания монастыря. Храм построили всего за 50 дней с помощью жителей окрестных деревень. Они же приносили церковные утварь, иконы, книги и колокола. Саровская обитель послужила русской земле своими духоносными станциями. И через эту святую обитель в святах людей созидалась святая Русь. Сегодня монастырь Саровской пустыни известен прежде всего тем, что здесь жил и служил Серафим Саровский – старец, монах, отшельник, которого знает весь мир. Потому что преподобный Серафим оставил такое наставление, такое силу духа, которое помогает каждому протекающему к нему найти свою дорогу к Богу в своём сердце. Вместе с представителем Нижегородского духовенства на богослужении молились прихожане Саровских храмов. Во-первых, меня переполняет радость и счастье то, что здесь восстанавливается исторический облик, во-первых. Во-вторых, то, что наш город наполняется святым духом просто-напросто. Восстановление монастыря очень важно и как для граждан Сарова, так и для России в целом. То, что восстановление монастыря будет, скажем так, привлекать паломников, которых сюда будут пускать. То есть и город приобретёт, возможно, такой туристический статус. Точная дата полного восстановления храма в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» пока неизвестна. Екатерина Опёнова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.